Мусорной реформе в Ивановской области один год. Она коснулась всех, без исключения жителей, вне зависимости от возраста и профессиональной принадлежности. Положительной реакции и нововведения в сфере с обращениями твердых коммунальных отходов не вызвала ни у жителей, ни у местных властей. Ивановская область еще год назад в эту реформу вошла. Самой первой собрала все шишки, откровенно говоря. Я уже говорил, как многие губернаторы, мои коллеги говорили, мы смотрим, что у вас там, мы будем очень аккуратно в введении такой мусорной реформы. И вы знаете, что мы с вами вместе в ноябре-декабре фактически тушили пожары в прямом и переносном смысле и справляли ситуацию. По мнению губернатора, работы в этой сфере еще предостаточно. В том, что все негладко, на личном опыте убедились жители микрорайона Новая Дерябиха. Весь год, по их словам, прошел под знаком борьбы с рекоператором за качественное предоставление услуги. Мы бы хотели сделать перерасчет так, как, ну, по кветочкам, так, как не вывозился мусор в декабре, мы не стали тут жаловаться сначала. И снег, и все на свете. А потом, как бы, в апреле повторилась такая же ситуация. Было очень много крыс здесь бегали. Даже сейчас, вот хоть его почище стало, но вот большой контейнер все равно не вывезем. И хотя эта история уходит своими корнями, уже в прошедший 2017 год жители до сих пор не получили перерасчет. Хотя факт нарушения периодичности вывоза мусора был зафиксирован по всем правилам. Составлены акты, приложены фотоматериалы. Председатель ТОСа Новая Дерябиха прошла по всем инстанциям, но, увы, безрезультатно. А в личном общении с представителем рекоператора и вовсе столкнулась с откровенным хамством. Когда мы потребовали перерасчет, какой перерасчет? Перебьетесь. Мы же мусор вывезли. Через две недели. Еще жители микрорайона обращались с просьбой заменить большой бункер. Он проржавел настолько, что мусор постоянно вываливается. Ну и это письмо отправлено рекоператору по электронной почте, как и все остальные, осталось без ответа. А телефон горячей линии, как правило, занят. Кому понравится, вот чтобы вот у нас дом рядом с этим, ветер какой-то или что-то, какие-то условия погоды. Все летит. Все пакеты. Когда дождик, сливные, у нас колодцы стоят. И эти все пакеты в сливной, это разве можно так делать? Надо, чтобы это вывозилось регулярно. После апрельских обещаний мусор стали вывозить более-менее регулярно. Но остальные просьбы, в том числе о перерасчете, остались без внимания. Жители обратились в Минстрой, департамент ЖКХ и прокуратуру. Мы не зря организовались в ТОС, и мы очень сильно сейчас контролируем эту ситуацию. И спуска мы рекоператору не дадим. Мы будем биться во всей санкции. На данный момент прокуратура признала нашу правоту. Мы фотографируем каждый случай, мы составляем акты совместно с управляющей компанией, подписываем их. Жители всегда могут подтвердить. Я сразу говорю, с нами это дело не пройдет. Мы собственники, и мы будем требовать за каждую нашу потраченную копейку нормальную работу. Прокуратура Ленинского района в стороне от мусорной проблемы жителей Новой Дерябихи не осталось. Надзорный орган провел проверку деятельности рекоператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Установлено, что региональным операторам для жителей данного микрорайона услуга оказана не надлежащего качества, поскольку нарушена периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, и услуга предоставлена не в объемах, которые необходимы, и не надлежащего качества. По результатам проверки в адрес рекоператора было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое удовлетворено. Контейнерную площадку привели в надлежащее состояние. Но жители останавливаются на этом не намеренно и требуют вернуть деньги. Найти информацию о том, как этого добиться, жители пытались на сайте рекоператора в публичном договоре, но безрезультатно. Самое интересное, в договоре ответственности у рекоператора нет никакой, зато у жителей, у юридических лиц там вообще можно читать, читать и не перечитать, как война и мир. Ответ на вопрос, почему услуга жителям Новодеребихи не оказана надлежащим образом, а платить приходится в полном объеме, стали искать и мы. Жизн инспекции пояснили, жители вправе требовать перерасчет, однако законодательством предусмотрены допустимые отклонения от качества предоставления услуги. Критерий такой, если рекоператор с вывозом мусора медлил в течение месяца неоднократно и суммарно набралось более 24 часов, перерасчет положен, но важно правильно собрать доказательства. Для этого жителям нужно обращаться к исполнителю данной услуги, в рассматриваемом случае рекоператор, в диспетчерскую службу, зафиксировать дату и время подачи заявки, зафиксировать номер заявки, фамилию и имя сотрудника диспетчерской службы, который принял это сообщение. И согласовать дату и время проверки с исполнителем, если неизвестны причины предоставления этой услуги надлежащего качества. По результатам этой проверки будет установлен факт предоставления такой услуги, зафиксирован этот факт и составлен акт, двухсторонний акт с потребителями и исполнителями. Один экземпляр акта должен остаться у потребителя. Но это в идеале. В случае с новой дерябихой исполнители не явились на составление такого акта. Жители дома, если не смогли дозвониться до диспетчерской службы исполнителя, они вправе составить такой акт самостоятельно. В этом акте указать дату и время его составления, период нарушения качества, инструментарий, если это будет проводиться с помощью фото- или видеосъемки. Все это указать в акте и уже подписать его у председателя совета дома, несколькими потребителями, не менее двух. И с заявлением и с этим актом обратиться в рекоператор для предоставления перерасчета за данную коммунальную услугу. По словам рекоператора, с которым нам пусть не сразу, но все же удалось побеседовать, в среднем заявление перерасчете рассматривают в течение пяти дней и принимают соответствующее решение. Для удобства жителей региональным операторам организовано более 25 офисов с той целью, чтобы осуществить шаговую доступность гражданина для обращения, для решения проблем к существу. Кроме того, гражданин может обратиться также по адресу официальной электронной почты info.sobacorectico37.ru. Кроме того, может обратиться на горячую линию, которая работает с понедельника по пятнадцать с восьми до семи и в субботу с восьми до трех. Специально в каждом участке у нас есть дополнительные телефоны, которые указаны на квитанции. То есть гражданин, получив квитанцию, может посмотреть на нее, увидеть этот номер телефона и позвонить. Ни одно обращение, ни один звонок не остается без рассмотрения, без ответа. Но, как показывает печальный опыт жителей, реакция рекоператора может и не последовать. Если ответ не придет в течение 30 дней, то волей-неволей придется идти в государственную жилищную инспекцию с письменным требованием о перерасчете. Размер платы в итоге должен снизиться на 3,3%. Сэкономить на услуги по вывозу ТКО смогут и те, кому она предоставляется в полном объеме. Речь идет о гражданах, отправившихся в отпуск или командировку на срок более пяти календарных дней. Для этого необходимо ему подготовить заявление с указанием даты начала и даты завершения периода его временного отсутствия с приложением соответствующих документов. На основании чего оригинальный оператор рассмотрит данный документ и будет принять соответствующее решение о перерасчете. Отдельно хочется отметить граждан, которые используют дома как дачи. Оригинальный оператор готов выполнить перерасчет в случае, если собственник обратится в адрес регионального оператора с предоставлением документов. Документы это также заявление, в котором будет указан период временного отсутствия, и справка из органов местного самоправления, в котором будет указан период неиспользования этого помещения. Я подчеркну дачного помещения. Особое внимание надо обратить на то, что период временного отсутствия должен быть будущим и должен не более шести месяцев. Соответственно, если период отсутствия больше шести месяцев, необходимо будет предоставить еще аналогичный документ. Как показала история жителей Новой Дерябихи, электронные письма и звонки в борьбе за качественную услугу малоэффективны. А потому лучше всего найти время и написать заявление с просьбой произвести перерасчет лично в одном из офисов регоператора. Любовь-почерника Антон Осипов, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.